Вечером в один из частных домов в пригороде Демойна, штат Вашингтон, залезли грабители. Судя по всему, они не знали, что дома кто-то есть. Но на втором этаже в своей спальне находился 16-летний сын хозяев, Хавьер. Он то и услышал странный шум внизу. Хавьер не понимал, что происходит, пока не раздался звук разбитого стекла. Парень тут же позвонил в службу спасения 911. Он был очень напуган и решил спрятаться в шкафу. Рекс, который был с ним в комнате, тут же помчался вниз. Раздался лай, шум, крики и выстрел. Через некоторое время пёс вернулся в комнату. Тем временем грабители обыскали первый этаж и поднялись в комнату Хавьера. Было ясно, что они скоро найдут его и, возможно, убьют. Ведь раз дома собака, значит, дома и кто-то из хозяев, а это ненужные свидетели. Рекс выскочил из шкафа, превозмогая боль, и бросился на одного из преступников. Второй стал бить его дубинкой, затем снова выстрелил. Всего в Рекса попали три пули. Он рухнул на пол без сил, истекая кровью. Вероятно, Хавьер и его верный друг погибли бы той ночью, но тут вдалеке послышались полицейские сирены. Это спугнуло бандитов, они бежали. Преступники до сих пор не найдены. А Рексу вызвали скорую и отвезли его в ветеринарную клинику. После нескольких операций и переливания крови его жизнь была спасена. Сейчас ему тяжело, но доктора говорят, он поправится. Тетушка Хавьера создала на Гафундемье страницу для сбора средств на лечение Рекса. Понадобится 10 тысяч долларов. Но добрые люди, которых впечатлила история, насобирали уже больше 27 тысяч всего за один день. Вот что тетушка Сьюзи пишет о случившемся. Сегодня мы стали свидетелями самой прекрасной и беззаветной любви. Рекс, героический пес, член нашей семьи, рискнул жизнью и получил три пули, защищая своего человека, лучшего друга, хозяина и брата, когда преступники вломились в дом в их присутствии. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.